На повестке дня Совета депутатов Щелковского района вопрос о работе двух конфликтующих управляющих компаний столицы Альтернатива. Ранее мы рассказывали о непростых взаимоотношениях организаций и о том, какими способами компании пытаются доказать свою правоту. Народные избранники заслушали представителей администрации и прокуратуры и выразили крайнее недовольство тем, что на территории района работают организации, которые решают спорные вопросы незаконными методами. Виновников определяют соответствующие органы, но у депутатов были вопросы относительно того, почему такая ситуация вообще могла возникнуть. Администрация Щелковского района, мы сейчас готовим исковые заявления, мы подаем в суды, мы работаем над тем, чтобы вся эта ситуация вошла в законную роль. Что результаты конкурса, что результаты общих собраний, решений общих собраний, они обжалуются исключительно в судебной процедуре. Никакими административными мерами они не обжалуются. Единственное, что здесь есть такая форма, ГЖИ дает оценку процедуре проведения общего собрания. Но отменить решение общего собрания в состоянии признать недействительным только суд. Депутаты выразили свое мнение, крайне отрицательное, по таким действиям управляющих компаний. И сотрудники прокуратуры выступали, тоже самое дали оценку. Администрации было рекомендовано предоставлять Совет депутатов постоянную информацию о том, как улучшается состояние дела по управлению квартирными домами. Еще одна важная тема заседания – утверждение положений о ежегодных отчетах главы Щелковского района и руководителя администрации. Теперь, согласно документам, руководитель администрации будет представлять доклад о деятельности за прошедший год до 20 мая. По его итогам, Советом депутатов будет приниматься решение. Глава района также будет отчитываться о проделанной работе, но до 31 мая. И здесь есть изменения. Оценивать работу главы депутаты теперь будут открыты, а не путем тайного голосования, как было раньше. Изменилась, да, вот уже почти год схема муниципального управления нашего. Теперь руководитель администрации, руководитель администрации, глава возглавляет Совет депутатов и принимает руководителя администрации по контракту. И поэтому в связи с этим были приняты вот именно отдельные положения в отчете. При предоставлении главой отчета, ежегодного отчета депутаты будут проводить голосование и выставлять оценку главе удовлетворительной и удовлетворительной. Депутаты приняли решение, что такое голосование будет проводить открыто. Депутаты также заслушали информацию о реализации схемы территориального планирования Щелковского района, в том числе и о состоянии дел по разработке генеральных планов поселений. Схемы территориального планирования, как показывает практика, разорвать от разработки генеральных планов невозможно. Потому что одни и те же показатели будут фигурировать и в одном случае другом. Потому что на территории как района, так и на территории населения проживают одни и те же люди, ради которых все это и формируется. Совет принял информацию к сведению и рекомендовал администрации учесть современные приоритеты и задачи социально-экономического развития района.